Чё здесь вообще произошло-то? Ну, я еду на машине, спокойно рулю себе туда вниз по улице. Вообще не при делах. И тут ба! Меня кисло так, прям в зад. А я вот так еду туда, меня вниз кинуло. Я подрулю, пытаюсь отрулить, чтобы в другую машину не врезаться. А та, которая сзади, которая мне в задницу въехала, он дальше бордюр чиркает, переворачивается, катится и в столб. Ну, я даже не видел столба, просто остановился. И тут такой, стоп, падает, ба-ба! Провода, опа, опа, упали, ба-ба! Отовсюду искры, всё искрыется, взрывается, молния, разряд. И вот одна такая радуга перекинулась от дома на ту тачку. Огненный шар, пау, пау, открыл окно. Начал потихоньку, не касаясь никакого металла, вылезать. Ну, тут до крыши дотронулся, пау, опять вспышка, искры. И я, короче, назад залез. Хорошо, что тут, короче, не сгорело нахрен всё. Этот трешак просто нереальная тема. Сидишь такой, ма-а-а, и ба-а-а! Реальность жестоко бьёт тебя, братан. А чувак-то там жив хоть? Да, чуваки там лежат, ещё в машине сидят в этой. Пожарные, говорят, не полезут, пока ток тут кругом не отрубит. Ну, а дальше-то чё тут будет? Ну, ребята, думаю, отрубят всё, когда-нибудь электричество вытащат, оттуда чела. Надеюсь, у него нормальная страховка будет, чтобы мне тоже починить. У меня тачка битая всё-таки. Ну, ты очканул, признаешься? Да, очканул, чё тут скрывать-то? Самое адовое, это пышки-то эти между машинами, когда электричество. Притом, что щиток на земле лежит, весь разломан, искрится. Огонь, дым, шум. Да, провода — это самая страшная тема. Я говорю, когда вот вылезал, крыша, говорю, чуть-чуть чиркнул, чуть-чуть, и меня током долбануло. Так нормально. Такая вот тема на самом деле, братан. Да, это как в кино было, точно, вот как в кино. До сих пор трясусь, хотя чуть-чуть там всего. Ну что, спасибо вам за интервью. Да, пожалуйста.